Всем здорова-здорова, сегодня будет разбор обновления в игре Infinity Lagrange от 30 июня. Совсем скоро будет запускаться второй сезон, давайте посмотрим, что они нам подготовят. Итак, отличие первое обновление на всех серверах. То есть, видимо, в будущем какие-то планируются обновления на определенные системы, поскольку мы знаем, что во второй сезон, например, сервера не все попадут, первые только четыре сервера попадут во второй сезон, поэтому ждем обновления в различиях. То есть, скорее всего, будет обновление для второго сезона, после исправления каких-то проблем, когда они запустят, и обновление для остальных серебров, которые будут запускаться чуть позже, типа, а-ля первый сезон. Ну, я так предполагаю, так что смотрите внимательно потом на вот эти вот сообщения данные. Итак, для чертежей были добавлены номера версии. У каждого чертежа теперь есть свой номер основной версии и номер ветви. Эти номера версии фиксируют информацию о накопленных технологических очках, полученных в вариантах моделей, корректировке вооружения, а также разблокировке и улучшении системы вооружений. Вот это вот очень интересная тема. То есть, смотрите, как это выглядит. У нас есть, значит, теперь в чертежах при выборе корабля, во-первых, около корабля появилась такая вот надпись, и во-вторых, внутри есть какой-то вот номер. Давайте посмотрим, например, на конусе. Есть у конуса номер версии. Насколько я понимаю, первый это тип корабля. Давайте проверим. Смотрите, у меня конусы только стандартные. Здесь указана первая версия. Идем, например, в ВГА. Классическая тема. Тут три версии. Вот этот значок, это значок компании, видимо, которая производит корабль. Дальше номер версии, это количество, наверное, версий, которые у вас есть, этого корабля на данный момент. И дальше у нас идет, я так предполагаю, что количество версий, количество уровней прокачанного данного корабля и технические очки. То есть, дополнительно к этому еще у нас увеличилось уровень чертежа системы на накопленных сменился на накопитель боевого опыта. При этом максимальный уровень всех чертежей увеличится на единицу. Вот этот накопитель боевого опыта, это вот последнее число как раз. Я так предполагаю, что он един для всех кораблей. И вы можете также менять модификации кораблей. Опять же, это все можно посмотреть. Давайте попробуем первый решить вопрос с изменением вот этого номера. Усиление сбрасываем. Смотрим, что там поменялось. 32 единицы у нас. Вот, у нас версия забросилась и уровень забросился как таковой. То есть, здесь поменялось, но в названии, я смотрю, осталась тоже самая модификация. То есть, номер версии общий остался одинаковый. Здесь у нас можно поставить все назад, как было. Посмотреть, например, поставить. Вот, при установке мы, получается, 0.2 это тип, меняется версии. Второй показатель, это уровень, ну, а-ля уровень, я так предполагаю, что это такое. Очки, уровень, я точно не знаю, но вот как-то так они сделали, это символически, наверное, какие-то данные. То есть, на 32 очка, 32 очка мы сняли, 32 очка мы увеличили. На 2 это, ну, понятно, тип серии. Хотя здесь указан номер серии такой. Дальше, смотрите, у нас есть немножко иконка и менюшка поменялась вклада очков. Теперь очки можно вкладывать в это менюшки. Максимальный уровень стал на 1 уровень больше, чем было. То есть, на данный момент он 49 из 50, а было 50 из 50, если раньше указывалось. То есть, теперь плюс 1. Все корабли, которые вы прокачивали, до этого имеют на 1 уровень больше. Сразу хочу заметить, что эти уровни, я напоминаю, не переносятся в новую систему. Так что, если вы не планируете играть дальше и не особо актуален вам это очко технологическое, в принципе, особо смысла прокачивать его нет. Но потом, конечно, надо не забыть про эту тему будет. Номер версии чертежа содержит текущую информацию о чертеже. Ваши данные связаны с чертежами, заработанный опыт и существующие функции останутся без изменений. Вот такая тема. Кстати, я так предполагаю, что внутри номера, то есть, это опыт, внутри номера количество очков потрачено на вот текущий, получается, вот это вот. То есть, V32 это количество очков потраченных на текущий, получается, кораблик. Хотя здесь тоже 0.2 версия. Не совсем, короче, понимаю, что это значит. Модификация какая-то может быть. Тут версия 0.1, например, с 18 очков. То есть, версия 0.2. Здесь у меня очков никаких нет, то тоже версия 0.2. Так что вот. Опыт, кстати, вот интересно. Я могу вкидывать больше, но она не рисует почему-то. Достигнут максимальный лимит. А, то есть, вот значок, получается, достигнут максимальный лимит опыта появляется на иконке. Вот это значит. Что, кстати, на, например, систему вооружения посмотреть. Корректировка системы вооружения. Здесь ничего не поменялось. Все так же, менюшка выглядит. Все так же и осталось. То есть, теперь, получается, у нас корректировка идет дополнительно на количество версий, количество очков, которые мы используем. Может быть, разделение версии. 0.1, 0.2. Здесь, может, еще какие-то показатели разделяются. Ничего сильно не поменялось. То есть, все так и осталось. Просто более удобное разделение. То есть, и общее количество очков, которые вы потратили на этот кораблик, тоже можно посмотреть. То есть, на текущем корабле у меня потрачено 61 очко, например. Версия 0.3. Вот это, мне кажется, модификация. То есть, возможно, здесь какие-то, если бы были другие модификации, то можно было бы их тоже... Они меняли бы свое значение, можно было бы их использовать. Вот. А это, кстати, на этих кораблей. Касательно кораблей, которые вы не достроили. Давайте посмотрим. У меня есть КАС. Здесь версия 0.0. 1.0.0. Здесь 1.5703. То есть, видимо, то, что вы не достроили, у вас в таком состоянии выглядит. Вот. Здесь версия вообще 1.0.9, например. 49. 1.0.2 может порядковый номер корабля, я не знаю, в этой, в этой системе. То есть, как-то так. Хотя вот у нас накопитель, например. Первый, второй. У накопителя у меня есть, у кита, например, второй проект чертежа. Второй СЭП установленный. То есть, я устанавливал дополнительно себе систему БПЛА. То, что вы поставили другую модификацию системы, это тоже будет отображаться вот в той информации. Мне кажется, это просто, чтобы было, может быть, проще разобраться. Может быть, у них там какие-то потом список чего-то будет. То есть, особо контент не поменялся. Просто вот такое разделение пошло по уровню. Оптимизированный эффект анимации при изменении боевого положения корабля в тактическом обзоре. Ну, то есть, в 3D-режиме корабль там как-то поворачивается, разворачиваться будет более приятно, может быть. Вторая часть, да, получается, скриншот, вторая часть исправления. Это оптимизировано описание сюжета некоторых заданий коллективских фракций. Оптимизировано описание некоторых основных миссий. При этом, фактически, условия их выполнения не изменились. Ну, это все просто. Если вы берете какое-то задание, у вас есть взаимодействие, у вас есть задание у этого торгового пункта. Либо вы выполняете какое-то задание по сюжетке, то здесь вот это вот описание немножко скорректировали. То есть, ничего не поменялось, все условия такие же остались, все то же самое. Ну, галактические события, может быть, какие-то события на изменение миссии, которые у вас есть вот здесь тут, которые, опять же, начнутся с нового сезона, тоже, возможно, что-то описание какое-то вот здесь поменялись. Поехать дальше. Оптимизированный эффект отображения информации о статусе задействования флотов в операциях. Обновление в фазе 2 ПАК Авроры. Смотрите, вот это обновление, вот, то есть, у нас было разделение, насколько помните, обновление для всех серверов и обновление для серверов во втором ПАКе. Давайте досмотрим вот это обновление информации о статусе задействованных флотов в операциях. Здесь действительно, смотрите, изменились рисунки. Текст стал немножко меньше, по крайней мере, на ПК-версии. Швартовка указан, что делает текущий корабль в данный момент. Значок швартовки, взаимодействия, то есть, значок взаимодействия. Дальше добыча. Причем, смотрите, здесь указано цвет ресурса, который добывает, количество в текущий момент, сколько он добыл. И, соответственно, что он добывает в данный момент, либо перемещается. Хотя вот немного я смотрю, по-моему, подзавис он, по крайней мере, в данный момент, что мне тут делает корабль. Он стоит, видимо, ожидает, но немножко встрял, поэтому в такой подвисшем состоянии находится. Можно попробовать отправить корабль, посмотреть, как будет выглядеть операция отправки. Подтвердить. Перевести. Боевой флот. В общем, тут указан теперь статус. Если вы охраняете, то в охране будет, если в перемещении, то в перемещении. И, таким образом, более четко можно понимать, что у вас творится с флотом. То есть, передача, ну, этот переезд, переход в данный момент, что делает корабль. Потом тут, наверное, остановка будет или что-то такое написано. А вот он перемещается. То есть, более, в принципе, разумно стало теперь следить за кораблями. Это, этот апдейт мне, в принципе, в целом нравится. И дальше у нас пошел обновление в фазе 2. Следующее обновление доступно только в системах звезд во второй фазе проекта Пакта Европы. То есть, те, кто переходить будет во второй сезон, только им будет доступно. Чертежи новых кораблей. Добавлены новые кораблики Corvette CVT-800, Esmines Quavar и Crayser Jagger. Чтобы получить соответствующие чертежи, перейдите во вторую фазу Пакта Европы. Исследуйте технологические файлы, отобранные предприятиями. Технологические файлы с черного рынка и файлы чертежей кораблей и космолета. Смотрите, что касательно вот этих вот кораблей. Они добавлены 3 корабля. Corvette, Esmines и Crayser. Во второй, когда вы в сезон перемещаетесь, вы начинаете все заново, напоминаю, в том сезоне. То есть, сразу они вам не падают. Как здесь сказано, что технологический файл отображается в предприятиях с черного рынка и кораблей и космолетов. То есть, они будут на начальном этапе вам падать с коробок. Скорее всего, вот с этих коробок, с этих коробок и с этих коробок. Вот. Даваться на начале, насколько я понимаю, сервера вам эти не будут корабли, как удавалось вам на начале первого сезона, когда вы открывали специальный пак, и там стандартные корабли вам выдавались. Это не совсем как бы стандартные корабли, поэтому они даваться вам не будут. Добавлены технологические очки отображаемые предприятиями и исследований, таких как технологические файлы, которые дают шанс получить чертежи из ограниченной серии звезд, среди которых чертежи кораблей СВТ-800, эсминс, квавар и крейсер Дегер. То есть, добавлены технологические очки также из этих паков на вот эти вот корабли. Скорее всего, у нас технологические паки, сколько, где они там, получается, находятся. Технологические паки, да, наверное, вот на этих трех, скорее всего, паках, мне кажется, вот на этом паке, этом паке, этом паке. Также можно будет, а, у нас на этом паке нельзя технологические очки, выдергиваются, получается, на этом паке и на этом. Можно будет получить вот эти вот технологические очки на новые корабли или же добавятся новые паки. Смотрите, очень важное замечание. Первая группа систем звезд должна перейти во вторую фазу пака 5 июля 2021 года, вот 9.30 по UTC. Число этих систем входит Лира В1099, Кит 98, Часы ЗР и ЩИТ 145. То есть, первые четыре сервака уходят во вторую фазу. Причем, самое интересное, что в открытии врат указано лагранжевых ворот, запуски указана дата 02.07. То есть, скорее всего, нам дадут несколько дней после того, как активируются лагранжевые вороты, поменяли немножко дизайн. Критерии рейтинга поменяли они, кстати, добавили они вот это отображение очков, но магазин так и не открыли на данный момент. То есть, посмотри, что там. Скорее всего, после второго числа можно будет, когда событие закончится и вы сможете уже начать ван готов. То есть, переход будет не второго, скорее всего, а пятого. Это просто загрузка звездных врат будет. Исправлены ошибки, из-за которых значок сбора кораблей не отображался на панели статуса флота. Панель статуса флота, соответственно, у нас вот панель кораблей здесь, видимо, не отображалась. Теперь будет отображаться, чем они там занимаются, что они там делают. Исправлены ошибки, из-за которой предупреждающий знак не исчезал после отмены операции территории, которая входила в радиус действия вражеского объекта. Ну, такое было. Такое очень часто было с мобами. То есть, когда мобы входят... А, до сих пор некоторые тени есть почему-то. Не знаю, видимо, это связано с какими-то багами. Но имеется в виду, наверное, касательно либо оповещения вот здесь в тот, когда у вас находятся какие-то вражеские взаимодействия с вражескими территориями, когда они пропадают и не исчезают. Либо же, когда у нас получается какой-то моб из вот этих вот баз военных, которые скинуты, по зданию попадают на вашу территорию. Там значок только появляется, что вы... Что к вам летит вражеский этот флот, и вы можете быть атакованы. Будьте внимательны. Скорее всего, так тут. Так что вот, пока, в принципе, такие вот у нас обновления ждут. Новые кораблики нас ждут. Запуск, скорее всего, будет 5-го, а не 2-го июля сервера. 2-го. Обновление вот этих вот, получается, глобальных систем чертежей. Может быть, так проще будет разбираться, как-то понимать, там, сколько чертежей, какие чертежи вы используете, сколько очков вы внутри используете. Еще раз напоминаю, опыт чертежей не переносит. То есть будет на один уровень больше, когда вы стартанете во втором сезоне, но уровень чертежей не переносится. Вы все должны будете закачать заново. Ну и на данный момент по этим чертежам улучшение то, что вы получаете плюс одно очко абсолютно ко всем кораблям, которые у вас есть. Вы можете их скачать и получить плюс одно вот это технологическое очко. То есть у меня есть море ясности. Смотрите на фрегат. 61 очко у нас используется. Одно очко в запасе. Кстати, нет разделения все-таки очков по тому, какие они выпали из пака или выпали за уровни. То есть тут как бы не совсем все доработано. Тоже можно вкачать еще один уровень на всех кораблях. Вот. И получить, как бы, если вам не хватало вдруг, получить вашу очко. Такая вот версия, хотя у меня предположение, что вот это вот количество дополнительных, может, очков, которые у вас есть. Надо сейчас проверить. Надо сейчас проверить. А, да, кстати, это количество дополнительных очков. В натуре, ребят. То есть первое это уровень. Это количество, получается, изменений. Это версия. Второе это количество очков, которые у вас дополнительно есть, которые вы установили на корабль. Уровень корабля. И внутри, получается, количество очков, которые вы потратили на корабль. 0.3, видимо, спецификация, модификация какая-то. Как-то так. Все, теперь стало понятно. Вот так, ребят, разобрались под конец, наконец-таки, с отображением. Всем очень спасибо за просмотр, ребят. Если у вас останутся какие-то вопросы, задавайте. Также, начало второго сезона, там уже будем смотреть. В принципе, вот это обновление мне понравилось. То есть, индикация стала очков видна. По факту, это нужно для индикации очков, и нам добавили плюс одно технологическое очко к этому. Это как бы плюс. Потом у нас оптимизация новая. В принципе, интересно будет посмотреть кораблики. Добавили во вторую фазу, опять же, только во вторую фазу. И изменение вот этого вот вида, статуса, получается, операции, что у нас творится с кораблями. В данный момент обновление прям четенькое. И как раз в момент запуска серверов такие вот изменения очень полезны. Всем спасибо за просмотр. Ребят, увидимся позднее. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok